МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весна, красна, лето, все хотят быть молодыми, красивыми, все хотят уйти из душных залов, если остаться, значит, как-то отпусков ни у кого не будет, все будут поправлять и становиться красивыми здесь. И здесь существует целая куча страхов, мифов, предубеждений и способов их преодоления. Но для начала, поскольку вы врач, давайте пройдемся по типичным травмам бегунов. Ну, причем не бегунов, бегунов, а вот обычных людей, которые находятся в силу... Любителей. Любителей, да, иногда вытаскивают себя на улице. Вот мы уже начали говорить по процентам, что страдает... Больше всего. Да. Во-первых, хотел сказать, что в России вообще бешеный вообще был беговой бум недавно, относительно, несколько лет мы занимали вообще первую строчку в мире по количеству новообращенных в бег людей. Вот, и, конечно же, на этой волне было огромное... По идее, да. А сейчас мы занимаем первую строчку. По травматизму, да? По травматизму, да. Вот, и на самом деле вот этот вот беговой бум, он в Америке тоже был. Потом уже был бум аэробики, потому что аэробика начала заменять. И бег действительно очень хорошая такая простая вещь, которую можно поддерживать в хорошей форме, в хорошем настроении и так далее. Но, если мы говорим о травматизме, то это очень травматичный вид спорта. Но мы же говорим, травмы не в смысле травмы, как мотоцикл упал, сломал. Да, это не острая травма. В основном это так называемый overuse, то есть травмы избыточного использования тканей. То есть как бы не однократно, а как бы много-много-много делаем что-то неправильно, и какая-то зона перегружается. Поэтому я очень люблю лечить бегунов. Знаете, это примерно как с насморком. То есть можно лечить неделю, можно лечить 7 дней, или не лечить 7 дней. И поэтому на самом деле действительно травмы не тяжелые, но не очень приятные. По американской статистике 80% людей, которые бегают 50 километров в неделю и более, получают... Это много. Ну это средний бегун, да, как бы. Ну это такой уже упертый бегун, который каждый день вы бегаете. Есть такая тоже классификация, что есть healthy, Это люди, которые бегают до 10 километров в неделю. Это люди, которым обычно врач прописал для сердечка. Есть фитнеси. Это люди, которые занимаются фитнесом и бег используют как разогрев или аэробную нагрузку. Есть runners, именно бегуны. То есть человек, ну как бы, имеет себя право называть бегуном, если он бегает от 50 километров в неделю. До этого это как бы не бегун, это человек, который занимается, ну как бы добавляет аэробную нагрузку в виде бега. Почему? Откуда такая классификация взялась? На самом деле все эти классификации американские, потому что там бума беговой был давно, и там очень много людей бегает. И там есть даже такое понятие, как беговой врач, да, и люди, которые только беговой травмой занимаются. Соответственно, эта классификация взялась по травматизму. То есть, если вы бегаете до 10 километров в неделю, то никакие травмы, скорее всего, вообще, в принципе, не заметят на себе. Ну 10 километров в неделю, а в километрах... Обычно это не более 5 за раз, да. Если вы бегаете 20 километров в неделю, 25 даже там, в принципе, могут быть какие-то травмы, но тоже очень редкие. То есть, там должны быть какие-то действительно большие проблемы у человека, или что-то делать, что очень неправильно, чтобы у него был именно беговой травматизм. И с 50 километров в неделю действительно начинаются уже такие более классические беговые проблемы, связанные с перегрузкой тканей. Как они распределяются? Самое большое место занимает коленный сустав, там, более 40%. Далее, это стопа-голеностоп, то есть, там, 16-18%. На все остальное тело, вот, оставшиеся проценты распределяются. А остальное тело, ну что, тазобедренный, поясница? Область тазобедренного сустава, чаще всего это не сам сустав, это мягкие ткани, то есть, это грушевидная мышца, среднегодичная мышца, вертел, то есть, это вот... Но это не просто болят после бега, это растяжение? Нет, это как раз такие перегрузки. То есть, вообще, самая частая травма в беге, это травма места крепления мышцы к кости. Вот, и это воспаление либо сухожилия, либо воспаление места крепления. Вот, и, соответственно, какие мышцы прикрепляются, это место и будут называть. Почему, собственно, говорят про коленный сустав так много? Меня очень часто спрашивают, убивает ли бег коленей, вредно ли это для коленей. У меня ощущение, что да, и это неизбежно. Вот, и, смотрите, проводили очень хорошее исследование, которое говорит о том, что у людей вообще без физической нагрузки, офисных работников, да, и брали людей, которые бегают 50 километров в неделю в среднем. Так вот, у людей, которые бегают 50 километров в неделю, у них на 30% реже случается остеоартроз коленного сустава. Остеоартроз, то есть, все, чего боятся, артроза, да? Ну, то есть, он начнет разрушаться? Да, то есть, у бегунов, которые бегают вот 50, у них намного лучше ситуация по колену. Почему? Потому что колено активно используется, туда приходит кровь, колено питается и вырабатывает жидкость во время движения, и на самом деле артроз вы получите скорее просто сидя в кресле. Вот, но почему-то такой миф, что вот колени убивают колени. То есть, достаточно пробежать там 3 километра, как у тебя будут болеть не только ноги, что приятно, потому что ты сделал дело, а реально будут болеть колени. Область сустава. Область сустава. Да, почему же область сустава? Потому что, на самом деле, бегуны обращаются в 8 раз чаще по поводу боли в области колена, чем люди не бегающие. Почему это происходит? Дело в том, что колено – это такой хаб, то есть, это место, такой стыковочный узел, куда приходит очень большое количество мускулатуры, очень много связок, очень много мягких тканей, и, фактически, чаще всего боль в колене у бегуна – это не остеоартроз, это не мениски. Кстати, вот все говорят, мениски-мениски. Мениск в беге практически не участвует, никакого такого прям выраженного участия в беге он не дает, особенно задний рог медиального мениска. Мениски – это два отростка снаружи и изнутри. Да, это такие хрящевые пластиночки такие. Вот, соответственно, самая частая в беге травма – это проблема крепления мышц. И, фактически, болит не сустав, болит его периферия, просто поскольку он находится в области сустава, люди… Да, то есть, то, что вы сказали с областью тазобедренно, то же самое в колене. Да, то есть, эта боль не суставная, не истинно суставная. И, на самом деле, бег для коленей достаточно полезен, если он делается в несуперскоростных режимах и до 50 км в неделю. Отлично. А причина вот всех этих болей – нагрузка, неправильная техника, просто споткнулся, неправильная обувь. Вот есть какая-то статистика? Да, конечно же, есть. И, в первую очередь, это неадекватная нагрузка. Почему? Потому что люди, скажем так, кстати, даже не только просто самостоятельно, даже тренера очень многие ориентируются, в первую очередь, так называют, на дыхалку, как говорят. То есть, задыхаюсь, не задыхаюсь, как сердце себя ведет, как дыхание. Но сердечно-сосудистая система очень быстро адаптируется, во-первых. А во-вторых, она достаточно долго сохраняется в приличном состоянии. И, скажем так... Вы имеете в виду на дистанции и по жизни? Нет, в принципе, по жизни, да. То есть, в принципе, человек, например, который начинает бегать в 30 лет или в 35 лет, у него очень приличное сердце. И он довольно быстро будет адаптироваться к аэробной нагрузке. Но проблема будет именно уже с опорно-двигательным аппаратом. И фактически лимитирует нагрузку не сердце, не пульс, а именно опорно-двигательный аппарат. А мы подходим с детских подходов, когда вот эта вот дыхалка не к черту, да, вот не могу добежать, потому что на ноги мы тогда внимания в принципе не обращали. Конечно, потому что у детей, конечно, абсолютно другой подход. У детей совершенно другая эластичность тканей, другая способность к регенерации. И поэтому бег во взрослом состоянии, он всегда должен ограничиваться не сердечными показателями, только если, конечно, у человека не инфаркт, не каких-то стеноз, а именно относительно здоровое сердце, не сердцем, а именно опорно-двигательным аппаратом. Тогда вопрос сразу. Перебирают с нагрузкой, скажем. Да, во время бега, во-первых, когда ты действительно прошел вот эту начальную стадию, когда восстановилось, поставилось дыхание, и ты бежишь, и уже вроде все хорошо, и ты куда-то убежал. Да, за коленями следишь, если они уже болят, но как-то так. Вот есть какие-то признаки, на которые можно обратить внимание? И первое, что только совет, нужно вообще прислушиваться к своим ощущениям. Какие первые самые ощущения дают понять, что вы перебираете с нагрузкой? Это постбеговые ощущения, то есть не во время бега, а через два часа, когда вы остыли. То есть при остывании начинаются боли, мог быть, в области суставов, может быть, ощущение ограничения подвижности в суставе, то есть как бы он тугой такой становится. И также утренние ощущения, то есть когда ты просыпаешься с утра и понимаешь, что тебе нужно как бы размяться. Не надо было размяться, а тут вдруг надо размяться. Это говорит о том, что уже расходиться, размяться, как-то раскрутить колени. Это говорит о том, что уже мускулатура начала забиваться, начала укорачиваться, и, соответственно, начинается повышенная нагрузка на области суставов. Вот я вот сегодня, поговорив с вами, все-таки решу пойти вечерком побежать. Есть какие-то признаки, что вот стоп, вот все у тебя хорошо, но вот сейчас уже лучше тормози, или давай заворачивай к дому, хватит бежать. Можно оценить по ходу? Если человек не очень опытный и плохо чувствует свое тело, у нас большая часть населения, если они не спортсмены, плохо себя чувствуют в себе свое тело, то желательно ориентироваться не на признаки, а скорее выбрать безопасную дистанцию изначально. И для совсем начинающих людей я бы рекомендовал первичные дистанции, не более полутора-двух километров первые 2-3 недели. Потом постепенно мы где-то по 150-200 метров начинаем прибавлять и смотреть, как мы себя чувствуем. И доходить до пятерки за раз, 5 километров за раз, это достаточно безопасная дистанция. Если, например, становишься вот это, подправляешь здоровье, но ничем практически не рискуешь. Я буду гнать немножко, а вот лично я, я люблю бегать по-ровному. Я вот понимаю сердцем и умом, что надо бегать по лесным тропинкам, но у меня эти корни, они вот где, вот от веток уклонятся. А вот асфальт, вот он прям действительно убивает колени и ноги? В первую очередь он влияет на ударную нагрузку, но очень важно, к чему вы привыкли. Потому что у меня есть такие пациенты, которые, например, всегда бегали в лесу, перешли на асфальт, и у них начались проблемы. Но есть и такие пациенты, которые бегали всегда на асфальте, перешли в лес, и у них тоже начались проблемы. Потому что в лесу нам нужна больше координация и стабилизация стопы. То есть у нас здесь мягкая поверхность, неровная поверхность, и у нас должны включаться мышцы-стабилизаторы стопы больше. Мы должны больше координировать свое тело. И у них очень много травматизма связано с подворотом ноги, начинается с перегрузкой мышц-стабилизаторов. Если же человек изначально бегал в лесу, то он привык довольно сильно шлепать, врубаться в поверхность, и ему это прощалось, потому что поверхность мягкая. И когда он переходит резко на асфальт, тело еще привыкло сильно бить о поверхность, но тут поверхность жесткая. Поэтому на самом деле нужно потихонечку просто снизить объем. Если вы бегали по дорожкам и решили перейти на асфальт, первые тренировки начните с 50% и потом начинайте потихонечку прибавлять. Маленькие в топ, а беговая дорожка, по моим ощущениям, это вообще самая жесткая штука. Есть какие-то модные такие вот штуки, но я их не видел, я на обычных бегал. Очень важно качество дорожки. Если у вас дорожка с амортизирующей системой, есть такие подвесные амортизирующие дорожки, в залах, если зал нормального уровня, хотя бы среднего уровня, там всегда стоят дорогие хорошие дорожки, которые амортизируют. Они для колена более мягкие, чем даже грунт. Если это, скажем так, дешевые дорожки, которые такие жесткие, с тонким полотном, то, в принципе, это может быть и более вредно. То есть, там по технике бега, извините, что гоню, но хочу побольше узнать, всякие теории, вот это мягкий перекат с пятки на носок, как случилось еще на физкультуре, или вот это вот бежать, как животное на одних вот этих пальцах, амортизируя вот этим голеностопом и так далее. Других вариантов в голову не приходит, но наверняка есть. Да, смотрите, что по технике бега. Первое. Бег – это довольно естественная штука, и это продукт нашего тела, то есть, как и ходьба. То есть, когда у человека говорят, вот, есть нарушение ходьбы, очень часто это нарушение, не потому что человек так научился или еще почему-то, а потому что сейчас его мощность мышц, длина мышц, объем суставов и так далее вместе с нервной системой рождают вот такой стереотип движения. И очень часто, когда человек бежит как-то неправильно, это не потому что его не научили бежать правильно, а потому что на данный момент времени, например, у него слабые мышцы, он не может себя выносить таким образом. А если человек в меру развит, то, скорее всего, он в среднем побежит ближе, более ненормально. То есть, фактически, если людей даже, которых вообще не учили бегать, если они просто много бегают, много тренируются физически, то у них бег начинает улучшаться, техника бега самостоятельно. Извините, но нельзя к этому времени, когда начнет улучшаться, уже что-нибудь угробить себе? Можно, конечно. И тут я хочу сказать так, что если вы бегаете, опять же, небольшие объемы, то есть, там, до тридцатки в неделю, в принципе, заморачиваться насчет техники бега, я бы не стал. Просто шлепаешь и шлепаешь все. Работаешь как идет. И, в принципе, есть очень четкие показатели. Если у человека ничего не болит, если ему все хорошо, то какая бы у него техника бега ни была, для него она нормальная. Согнут он, прогнут в пояснице? Без разницы, если он чувствует себя хорошо. То есть, мы, в принципе, начинаем на технику бега сильно обращать внимание. В каких случаях? Если что-то идет не так. То есть, либо человек не может добиваться тех результатов по скорости или по объему, который хотел бы, либо если у него начинается что-то болеть. Вот тогда можно сделать анализ техники бега и дать ему дополнительные упражнения, которые улучшат его технику. И чаще всего это будут, опять же, упражнения, связанные с силой. То есть, я более чем уверен, и все клинические исследования это подтверждают, что силовой тренинг, то есть, просто вот зал, штанга, свободность. Силовой тренинг, бицепы, бицух, качать, ведь нет, а приседание? А скорее, базовые упражнения, то есть, присед со штангой, становая тяга, выпад, тяга блока, соответственно, вертикальная и горизонтальная. То есть, вот то, что мы привыкли все делать, да. Вот именно эти упражнения, они будут автоматически улучшать вашу технику бега, потому что они будут делать ваши мышцы более сильными. Становая тяга, и то, что вот это румынская, что ли, она какая-то тяга? На одной ноге вы имеете в виду? Нет, ну, по крайней мере, к себе. Это же спина. А зачем она нам нужна? Спина очень сильно нужна, потому что, если вы бежите, например, с круглой спиной, у вас не может быть хорошей техники. Если мышцы спины слабо, они устают, вы начинаете заваливаться вперед, вы уже не можете правильно двигать ногами, потому что тело работает в едином паттерне. И, в принципе, сила – один из ключевых показателей, которые нужны для бега. Сила и длина мышцы. Хорошо. Кроссовки. Ну, вот я два этапа прошел, нет, три этапа. В молодости мы бегали в кедах, и что бог на душу положит. Потом я пытался купить все кроссовки, которые вот прям му-му-му. А потом еще был такой заход, когда вот это должно быть тоненькая подошва, чтобы не мешать естественную вот эту вот анатомию. Ваш взгляд? Смотрите, есть, можно разделить кроссовки с повышенной амортизацией и с минималистичной подошвой. Если мы говорим об этом, то в идеале мы должны стремиться к тому, чтобы с опытом и с временем переходить к более минималистичной обуви. Это более полезно для развития опорно-двигательного аппарата нашего. И, в принципе, более хороший бег на тонкой подошве. Но, если вы начинающий бегун, если вы тяжелый бегун, ну, то есть у вас лишний вес есть, если у вас уже есть проблемы, например, с суставами, то в виде такого стартового комплекта можно использовать действительно мягкие кроссовки. Но очень важно, чтобы не было такой ситуации, что человек не пробивает вот эту вот мягкость. Что я имею в виду? Когда, например, девочка 40 кг веса покупает себе ультрабуст, вот такую толстую-толстую подошву, когда она приземляется, фактически она, знаете, как на снег на льду приземляется. То есть у нее нет четкого приземления, она не чувствует асфальт, и начинают перенапрягаться мышцы стабилизатора. И очень часто вижу проблемы потом с голеностопом, с голенью. То есть я-то считал, что, ну, когда читал критику вот этих мягких кроссовок о том, что, ну, никакие подошвы не самортизируют 90 кг веса. И это как бы был главный их минус. Оказывается, это не минус. То есть, в принципе, да, если человек тяжелый, то он может использовать толстую подошву, потому что он все равно ее пробьет. Да, часть подошвы она заведет на себя амортизацией, и меньше пройдет удар в него. Но есть тоже замечательное исследование, которое говорит о том, что даже в минималистичной обуви и в толстой обуви удар в колено будет очень-очень похожий. Почему? Потому что наш организм, он такая очень постраивающаяся система. И когда вы начинаете бежать и встречаете удар поверхности, сопротивление поверхности тела, понимает, какая там поверхность, и начинает больше и меньше амортизировать всем остальным телом. То есть, когда вы знаете, что будет мягко, вы автоматически более жестко... А где еще амортизация происходит? Позвоночник, коленные суставы, икроножные мышцы, бедро, заднее бедро, переднее бедро. То есть, мы фактически амортизируем мышцами и связками. А чисто анатомически мы спасаем голову, да, я правильно понимаю? Не только, и суставы тоже спасаем от удара. Ну, имеете в виду, что организм бережет в первую голову в итоге-то? Ну, ему венитые, конечно, что он там бережет. Нет. Вот, но суставы, я думаю, в первую очередь будет беречь. Но смысл в чем? В том, что чем мягче у вас поверхность и кроссовки, тем вы будете сильнее, жестче приземляться. Потому что организм не захочет специально смягчать. Если вас босиком пустить по асфальту, то вы автоматически... Бежать аккуратненько. Да, вы будете аккуратнее бежать автоматически. Поэтому, в принципе, когда сейчас травматизм бывает, когда человек привык бегать на мягком, переходит на жесткие, резко, вот, организм, паттерн бега у него довольно с жестким приземлением. И первые две-три тренировки... Тоненькая подошва, она позволяет бежать, ну, условно говоря, вот на носках, вот эту вот амортизацию осуществлять. Вернее, по мне, так вообще на пятку я не могу приземляться, мне прям твердо. А толстая подошва, ну, мягкая подошва не позволяет бежать на носки. Нет, почему позволяет бежать на носки? Ну, это сложно. Ну, я считаю, что, ну, не то, что я считаю, а, в принципе, все техники бега... А стоит ли к этому стремиться? Не, не стоит к этому стремиться. Смотрите, есть разные техники бега, особенно они связаны с контактом первичным. То есть, куда бьем, пяткой или носком. И что хочу сказать, я просто встречался с пациентами из тех, из тех подходов. Это большая война. Но, когда делали исследование с стелькой электрической, электронной, у которой были бародатчики, вот, взяли классических представителей разных школ, оказалось, что первичный удар пяткой в норме, если человек правильно бегает с пятки, 5-7 килограмм. Дальше он, как бы, основной удар осуществляет средней части стопы. Вот. Если человек бегает как бы с носка, то первичный удар 5-7 килограмм, и опять же основной удар средней части стопы. То есть, на самом деле, если ты бегаешь правильно... А, то есть, не надо втыкать ее, надо сразу переводить. Да, да, то ты всегда будешь на одно и то же место стучать. Но, если люди бегают неправильно с пятки, тогда они все с удар идут пяточной костью, и это, конечно же, вредно. Но есть люди, которые бегают так же и с носка. То есть, они врубаются носком, получают огромный удар в передний отдел стопы, в коленный сустав, и просто они приходят с другим комплектом проблем. Вот и все. Просто по-хорошему нужно бегать, как это было, бегать правильно, а уж правильно бегать с носка или с пятки, это уже не так важно. То есть, имеется в виду, что неважно, чем ты касаешь первое касание, главное сразу дальше переводить. Да, чтобы основная мощность происходила на средней части стопы. А внешняя поверхность, ну, то есть, как и стопа должна быть... Потому что нас когда-то учили, что вот мы бегали вот этой, вот, как бы вот такой вот на внешней стороне стопы. Смотрите, я бы не рекомендовал вам пытаться что-то делать со своими стопами во время бега. Это очень плохо заканчивается. То есть, когда, например, тренер говорит, ставь стопу ровнее, или говорит, там, попытайся там приземлиться как-то еще, обычная заканчивается травмой. Почему? Потому что я говорил, что техника бега – это продукт общего работы организма. И когда человек пытается в умную, отлаженную систему внести свою гениальную идею, обычно это заканчивается очень плохо. Ну, к примеру, да, приведу. Есть люди, которые бегают так носочками в разные стороны. Или одна нога в одну сторону, а другая ровненько. Вот, но почему они так делают? Очень часто они так делают, потому что их большеберцовая кость, то есть голень, скручена сама по себе кость. И фактически, когда они бегут вот так вот лодочкой, да, помните Чарли Чаплина? Почему он так легко так ходил? На самом деле, потому что у него была торсия двух голеней, то есть фактически скрученные винтом кости. Это частое явление. То есть ему обратно это было бы… Да, то есть когда человек пытается поставить ноги ровно, на самом деле колени уже внутрь смотрят. И он, естественно, получит травму коленного сустава. Когда вы пытаетесь как-то поставить пятку или как-то поставить носок или как-то сфигурировать голень, стопу при приземлении, скорее всего, это будет неправильно. Почему? Потому что вы так делаете, потому что вам не хватает мощности какой-то мускулатуры или координации. Да, понятно. Полные люди, люди наиболее заинтересованные, но я слышал мнение, что бегать не надо, начните ходить и ходить, и ходить, и ходить, а вот, может быть, потом, когда сбавите вес, тогда начнете бегать. Если мы бег рассматриваем как метод контроля веса, это не самый лучший метод контроля веса. На самом деле, самым лучшим методом контроля веса является быстрая ходьба в гору. То есть, если мы ставим беговую дорожку под углом 5-7 до 10 градусов и в темпе 5 км в час по ней идем, колораж будет намного быстрее идти, чем при беге. Отличная совершенно с контролем веса справляется ходьба с палками скандинавская, особенно с утяжелителями, например, по 1,5 кг в каждой палке еще сверху. Большее количество мышц подключается, больше калорий сжигается, меньше нагрузки на суставы. Поэтому, в принципе, бег – это не самый лучший способ именно скидывать вес. И самое интересное, что у меня очень много пациентов, которые бегают давно достаточно, и они такие жирненькие немножко. Я говорю, а вы бегаете там 100 км в неделю, 150 км в неделю, как вы умудряетесь пузико на себе держать? Дело в том, что в какой-то момент они говорят, мы худели-худели от бега, а потом перестали, а потом начали набирать вес. И сколько бы я уже не бегал, организм настолько адаптировался, что он уже может совершенно спокойно набирать вес на беге. Оставшиеся 2 минуты. А для чего тогда лучше? Бег, он для чего? Бег очень хорошо тренирует кардиосистему сердца. Второе. Бег очень хорошо тонизирует мускулатуру, потому что ударная нагрузка все-таки нам немножко нужна, потому что ходим мы маловато. И третье. Бег очень хорошо вырабатывает эндорфины. То есть вот этот эндорфиновый приход, когда в конце полумарафона все такие счастливые, обнимаются. Полумарафон? А вот как же мои 2 км никудышные? Не дадут эндорфины? Если вы нетренированный человек, дадут. Чем более вы тренированный человек, тем больше нужно для того, чтобы бегать, чтобы получить эндорфиновый выброс. То есть вот все эти люди, которые бегают все по 50, они уже все беговые наркоманы? Ну практически, да. Потому что эндорфиновый выброс – это то, зачем мы бежим, чтобы получить эйфорические ощущения. Это хорошее положительное подкрепление. Участие, вот вы сказали полумарафон, а ведь сейчас много проводится. Очень много. Я даже думал начать коллекционировать эти медальки, там же всем дают, по-моему. Да, конечно. Вот. А участие, вот можно человеку просто начать с этого, как вы думаете? Сразу с полумарафона? Ну нет, ну там 5 км. Да, я думаю, всегда надо ставить перед собой цель. То есть если ты поставил цель, купил слот, то у тебя намного выше мотивация к этому готовиться, чем если ты бегаешь просто для себя. Хорошо. Ну, в общем, как бы и все получается. Замечательно разобрались с этим вопросом. Есть еще что-то, что я не задал вопрос на 30 секунд? У нас есть еще 30 секунд. Огромное количество еще вещей можно было бы обсудить. Ну давайте быстро перечислите их, например. Ну просто, чтобы знать, какие эти проблемы. Я думаю, что для пациентов было бы, для людей, которые начинают бегать, было бы еще очень важным моментом делать это, во-первых, не каждый день. То есть один день отдыха просто обязателен. То есть нельзя не отдыхать. Хотя бы через день. Да. И если вы не хотите выходить на тренировку, никогда не выходите. Потому что вот это внутренний сигнал, когда человек чаще всего получает травму. То есть организм не готов. И если внутренне чувствуешь, что не надо выходить на тренировку. Если никогда не охота, то и не выходите. Тогда делайте что-то другое. В зальчик сходите. Спасибо большое. Владимир Сергеевич Демченко, спортивный врач, мануальный терапевт и просто хороший человек. Спасибо большое. Надеюсь, еще увидимся. Конечно. Спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»